Результаты «Желебьевки» ты уже знаешь. Доволен ли итогами первого раунда «Веги-конференции»? Конечно, доволен. Соперник будет тяжелый, с ним согласен, но все равно я опять буду возвращаться на место, где я начал играть. В столице, в Подгорице будем играть. Так что жду эти игры. С кем как ни с тобой разговаривать про нашего соперника, команда «Дечич», что можешь про нее рассказать? Что, сам знаешь, насколько будет сложный соперник для белорусской команды? «Дечич» – это сильная команда. Много игроков, с которыми я вместе уже играл. Это микс молодых и опытных игроков. Есть пару игроков, которые, могу сказать, лучшие игроки чемпионата. Во-первых, будет очень тяжело играть с ними, потому что играем в Черногории. Нам надо привыкнуться на эту погоду, в которую там приедем. И болельщиков тоже будет приедет много, и в руку, тем более, играть будет сложная игра. Но, надеюсь, уверен, что мы пройдем дальше. К чему нужно готовиться нам в Черногории? Понятно, что и болельщики довольно известны на Балканах, такие активные бывают. И погода в том числе, и, возможно, поле. К чему нужно сейчас? На что нужно обращать внимание по подготовке? Я бы сказал, что самая тяжелая для нас будет эта погода, потому что там будет очень жарко. Уже сейчас больше 35 градусов. Потом, не знаю, соперник тоже есть игрок, сильные игроки, которые и команда, и болельщики. Есть и Вечерай, который играл тоже в Динамо Минск. Он играет в сборной, в легенде сборной. Так что будет тяжело играть с командой. Максим, ну, вернулись в свои сборные. Сегодня приступили к подготовке к Слуцку. Как проходят первые тренировочные будники? Ну, будни, как обычно. Вчера прилетели, то есть, немножко успели отдохнуть, поэтому все нормально. Готовимся к Слуцку уже. Мысли все о клубе. Сборная уже, как бы, закончила свои сборы, поэтому нужно думать здесь, свои задачи, поэтому свои цели стараться выполнять. Матч со Слуцком выпадает на очень важную дату. Мы отпразднули свое 95-летие в этот день. Есть какой-то дополнительный настрой, может быть, в такой праздник? Да, конечно. Все об этом говорят, поэтому думаю, что будет хорошая атмосфера на игре. Пускай приходят болельщики, поддерживают нас и постараемся их порадовать. Что, в принципе, можешь сказать о Слуцке? Насколько сейчас команда на ходу? Как вот тебя не принес по первому кругу? На что надо обращать внимание сейчас? Ну, в принципе, у них тот же тренер, что в том году, плюс-минус тоже футбол играет, поэтому нам нужно свою игру в первую очередь. Стараться самим играть, поэтому от себя отталкиваться. Будем стараться победить. На следующей неделе у нас будет еще сразу два выезда. Мы отправимся сначала в Пинск, потом в Брест. Довольно дальний, до самой дальней области для нас. Насколько будет тяжело в таком ритме. Три игры за неделю. Ну, иногда это даже бывает и лучше, то, что меньше тренеров, все футболисты хотят играть, поэтому игра, там буквально пару тренеров восстановиться, и снова игра, поэтому все нормально, так играет везде. Вчера состоялась жеребьевка первого раунда Лиги Конференции. Довольны ли вы результатом с соперником, который нам выпал в первом раунде? Я доволен тем, что мы уже играем в Еврокубках, и, наверное, первое, что есть. Ну, что говорить именно по сопернику, ну, тяжело. То есть, я думаю, что балканский футбол хороший, и команда из Черногории будет тоже непростая. То есть, любой соперник, уже добившийся игры в розыгрыше Лиги Конференции, получает, то есть, будет непростой, как говорится. Возможно, уже что-то посмотрели, какую-то минимальную информацию про команду, может быть, что-то сможете сказать про соперника, так чуть-чуть более детально. Ну, детально мы готовимся, и конкретику давать тяжело пока что, потому что только день прошел, меньше суток уже аналитический отдел уже проанализировал некоторые моменты, говорит, будем готовиться непосредственно. Оба матча мы сыграем не дома, это, может быть, усложнит нашу задачу или никак не повлияет на команду? Всегда хочется играть дома, потому что мы играем для наших болельщиков, в первую очередь. Потому что такая ситуация, это не от нас зависело. Хотелось сыграть в Минске на своем стадионе, чтобы пришли люди посмотрели, давно не было матчей, Еврокубковых у нас, к сожалению, как есть. Будет довольно напряженный у нас график, практически сразу после игры с Ислачем мы отправимся на матч Еврокубков, затем календарь снова вернет нас в высшую лигу, такой напряженный ритм усложнит, может быть, подготовку, влияет на результаты или все выдержит? Ну, как подготовку он не усложнит, потому что мы уже заранее готовились и знали приблизительно, в каких числах мы играем, как будем готовиться, то есть было все расписано, подготовлено. Единственное, что только по логистике, как нам получится. Если все как бы удачно, удобно, то ничего страшного нет. В Европе многие играют через два на третий день, через три на четвертый, так что готовимся, будет видно, как мы подготовились от результата.